Добрый-добрый-добрый день, дорогие друзья! У микрофона, друг, это студия Игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию матча за третье место нашего Summer Cup, который вот-вот уже подойдет к концу. Это финальный день, это последняя попытка побороться за призовые места, в частности для этих команд. Следующая пара, которая у нас будет, это уже будет гранд-финал. Понятно, что у вас коллектива там в призовых местах уже, а здесь ребята борются за возможность занять бронзовые места и за возможность получить приз, который, собственно, оправдает их участие в данном турнире. Ну, в любом случае, главный профит для нас и для всех наших участников был в чем? Почувствовать себя, собственно, в роли профессиональных игроков, играть со всеми трансляциями, заиметь потом повторы, показывать друзьям, рассказывать, как хорошо мы смотрелись или как плохо мы смотрелись, изучать свои ошибки, вообще смотреть, как бы вы могли смотреться на профессиональной сцене и к чему, собственно, стоит стремиться. Для всех, для кого дота занимает большую часть времени, потому что если играешь, будь добр, играй лучше. Все, в общем-то, элементарно, как и в любой сфере жизни. Ну и я думаю, что такая вот подача материала через стримы на профессиональном уровне поможет хотя бы кому-то из игроков понять приоритеты и понять, хочу ли я развиваться дальше в том деле, которое мне нравится, которое я люблю. Мы, например, хотим и развиваемся, и пытаемся помочь вам. Ну что, давайте перейдем к матчу. Команда Скул Найн на данный момент забанила уже Андаинга, забанила СФа, Омни Найта и Лишрак тоже отправляется в баню со стороны команды Шипов за Артстайл. Моментально, просто не раздумывая. Корабль Артстайла, даже не используя дополнительное время и вообще любое время, забанил у нас Инвокера. Нестер, привет тебе. Если болеет по-прежнему за тебя Вика, привет Вике. Твой парень не будет жечь на Инвокере. И Нестер просил когда-то в перерывы передавать привет его девушке. Так вот, яркая игра на Инвокере осталась в первом матче. Если ты пропустила, смотри повторы. Больше Нестер в нашем, как минимум, Саммеркапе первом сезоне его на Инвокере не сыграет. Парню, я думаю, если на следующие турниры заявляться, придется просто никнейм менять и как-то не палиться, чтобы Инвокер достался хоть как-то. Бристалбэк, Сайленсер и Скайрос Мак тоже отлетают у нас в баню со стороны командующей. Ну и давайте по пику разбираться. Гирокоптер для команды Скулл Найн. Энигма, Магнус и Бладсикер. Мульти АОЕ комба. Для команды Скулл Найн. Энигма, Магнус. Я думаю, вы прекрасно все понимаете, как это работает. Бладсикер с Бладрайтом и Гирокоптер с Кулдауном. Все в одну кучу. Собрали всех. Всех очень быстро развалили за счет громаднейшего количества урона, который наносят скиллы данных героев. Ну и команда Ship of the Art Style. Комба уже вырисовывается. Это Вич Доктор плюс Фейслес Войт и плюс Феникс. Комбинация какого плана? Фейслес Войт закрывает всех в хроносферу. Вич Доктор бросает туда. Ну не туда, а где-то рядом. Ставит Дез Вард. В это время Феникс кастует Супернову. Когда заканчивается хроносфера, когда все думают, что уже вот можно будет отсюда уйти. В это время Феникс у нас приземляется. И еще, пожалуйста, постойте несколько секунд встань. Комба тоже интересная, классная. Единственное, что печалит меня, что можно ведь не успеть это все вкастовать, если, например, команда Skull9 нападет первой и нападет удачно. Тут уже действительно кто как пойдет. У кого будет лучше позиция, кто будет лучше подготовлен для того, чтобы вступить в файт. И кто эту драку начнет, тот, мне кажется, драку выигрывает при равной раскачке героев. Визаж также в составе команды Ship of the Art Style. И у меня теперь закрадывается подозрение, что может и Дроу Рейнджер появиться в пике команды Ship of the Art Style. Для визажа вещь очень полезная. Тем более, посмотрите, и Вич Доктор, и Феникс. С Фейслес Войт у нас в бусте дэмэджа не нуждается. Ему скорость дэмэджа, скорость атаки необходима. А вот, например, взять Дроу Рейнджер на мидлейн против, например, Магнуса. Я думаю, можно было бы. Ну и Skull9 забирает себе последним героем Бэйна. Атропос отлетает у нас для Skull9. Ну и укомплектовались. Единственный без АУЕ дэмэджа, но очень многоскилловой герой. Которого можно использовать совершенно в любом амплуае. И я думаю, что команда TRI, которая у нас является главным претендентом на победу. Которая сегодня будет играть в гранд-финале в 16.00. В первом же матче показали, что Бэйна можно использовать и на мидлейне. И там на мидлейне этот Бэйн наказал Вайпера очень плотно. И вообще Бэйн этот от такого игрока, как Маловский, выглядел, ну, знаете, дотой нового времени. Даже как-то и не преувеличивая, говорю. Ну и последний пик от команды Ship of the Artstyle. Чем ломать всю эту комбинацию надо придумать? Кто вообще здесь мог бы выдержать все это и наказать в ответ? Я думаю, что Рубик мог бы появиться. Ну, в таком случае, правда, не ясно, кому мидлейн отдавать. Дизраптора... Не Дизраптора, точнее, а Дестроера. Отправили команду Skull Mine в бан и Шторм Спирит. Последний пик Шторм Спирит. Где-то как-то кого-то перехватывать, я так понимаю. Ну и вырезать кого-то еще на подходе в общую кучу, в общую массу. Ну что, пожелаем командам удачи. По героям сразу разберемся. Нестер забирает себе Гирокоптера. И, возможно, это будет мидлейн Гирокоптер. Борс будет играть у нас на Энигме. Капитан забирает себе одну из важнейших ролей. Джаз будет играть на Магнусе. Скорее всего, оффлейн Бладсикер фармит легкую линию. И Люсьен Лошанс на Бэйне его саппортит. Со стороны команды Ship of the Artstyle. Ву, капитан команды, играет у нас на Визаже. У Чихамадара будет играть на Фениксе. 5-3-3 играет на Шторм Спирити. И Вич Доктор и Фейслес Войт осталось доразбирать героя. Дредд забирает себе Фейслес Войта. И Нестер, в общем-то, номинальный мидер в составе команды Skull 9. Номинальный мидер. И так и общался. Inside Info такой номинальный лидер. Чувак не просто в скилловой. Ну, ничего, и помогает в пиках команде. Неплохо так. Но видно по игре, что уровень достаточно серьезный. Если достаточно молодой игрок, то можно думать, наверное, даже и о профессиональной карьере. Начать с полупро, а дальше пойти куда-нибудь повыше. Ну, и со старта отваливаются два игрока команды Skull 9. Ну, нормальная тема. Сейчас узнаем. Ну, ребята играют на клубе. Ребята, кстати, из Казахстана. Вся команда, говорят, что там траблы какие-то интернетовые. В общем-то, нормальный интернет займить не так-то просто. Как и в Беларуси, кстати. Тоже с интернетом. Интернет это огромнейшая роскошь. Вот по общению со своими товарищами из этого государства. Я для себя уяснил. Ну, и я так понимаю, в Казахстане ситуация примерно такая. Ну, нормально. Чем больше у власти президент, тем хуже в стране интернет. Это нормально. Привет Нур-Султану. Привет батьке. К чему вообще нормальный интернет людям, в принципе? Главное, чтобы стабильный был президент. А стабильный интернет это такое. Вещь необязательная. Ну, по команде Sota. Давайте разбираться. Storm Spirit я так подозреваю, что отправляются у нас на мидлейн. 5-3-3 будет отыгрывать на нем Дредд. Скорее всего, будет фармить нижний лайн. Есть смысл Феникса отправить в сложную. Туда же, вниз к Дредду отправить Хузуха. И Ву будет играть на визаже тоже, скорее всего, рядом где-то. Трипла очень-таки уверенная. Во-первых, стан. Во-вторых, слоу от визажа. Ну и в-третьих, фейслес воид, у которого тайм-лог как-никак на месте подержать-то сможет. Ну, не очень, в принципе, не очень точная такая комбинация, которая, знаете, 100% могла бы задержать. То есть там каски, пропрут-непропрут, там замедление, смотря в какой позиции. Никакого точечного стана нет, стандартного, классического. Поэтому тут уже от реализации будет в команде Sota зависеть то, как отстает трипла. А у команды S9 ситуация немного иная. Например, если... Ну, здесь все от ультов зависит. Номинальных каких-то точечных станов тоже не вижу я. Малифейс это несерьезно. Ракета тоже несерьезно. Можно избежать ее. Ну и Магнус без станов у нас вплоть до появления реверс-полярити. Полярити, я сказал. Или реверс-полярити, конечно же. Люсьен Лошанс переподключается у нас к игре. И остается только дождаться Борза. Кеп отвалился. Без Кепа играть. Нельзя. Давайте вообще по турниру, кстати, расскажу. Пока у нас небольшая пауза. Турнир у нас в течение трех дней длился. И сегодня завершающий. Последний день начали мы 18-го. И вот 20-го числа заканчиваем. Мы планировали за 18-19-е. Оказалось, что не так-то просто организовать команды. Не так просто собрать всех в одном месте и быстренько начать игру. Тут и наши, собственно, недоработки присутствовали. Ну и сами игроки вызывали некоторые сложности. Ну просто потому, что изначально организация была полурандомная. Напомню еще раз, что некоторые коллективы заявили сразу в пятером. То есть там капитан целенаправленно заявлял пять человек. Естественно, сами их организовывали. Сами отвечали за то, когда команда явится в лобби. В остальном и как команда вообще будет называться, в каком составе она будет играть. Остальные команды пришлось формировать рандомно. То есть это микс, который сделан не самими игроками, а сделан в студии игрокам ТВ. Сидели вместе, на листочке написали, распределили, рандомно разделили игроков. И, собственно, мы-то и должны были их контролить. Поэтому небольшие заминки все-таки были. Ну, дело в первый раз для нас производилось. Тут, естественно, все изначально просчитать было нельзя. Но, но-но-но, что в итоге-то мы хотели и чего мы хотели добиться? Мы хотели добиться, во-первых, интересной игры. Даже несмотря на миксовость и, знаете, такую не вполне стабильную организованность игроков в самой доте. Вообще в моментах турнирных каких-то. Вот. Но хотели-то мы получить что? Мы хотели получить, собственно, пронаблюдать за зарождением командного духа. Потому что вот у нас, например, коллектив миксовый, Сота, сейчас сражается в малом финале. Ну, в битве за третье место он сражается. Хотя, по идее, такой же микс, как и другие миксы. Одни отвалились, другие выходят дальше. Вот команда Вим, если не ошибаюсь, 5 человек, там, 5 тиммейтов. Они не миксом являются. И команда Скулл Найн является не миксом. Ну, и коллектив ТРА тоже является не миксом. Поэтому тут вопросов, конечно, нет. Почему они у нас в финале, в гранд-финале, в битве за третье место, вообще в полуфинал почему вышли. Вот. А команда Сота явный пример того, как можно собраться, собрать 5 незнакомых человек. И при нормальном скиле организовать их и играть с ними дальше. Вот. Поэтому тут мы, конечно, хотели какие-никакие связи наладить между участниками нашего паблика. Все это затевалось с одной простой целью. Разумеется, паблик, атмосферу в паблике у нас сделать ламповой, такой вот понимающей между комьюнити и самой организацией. Вот. Ну, я думаю, у нас удалось в некотором роде это. Спасибо всем, кто, кстати, благодарил и говорил, что интересно, хорошо придумали. Это и правда, мы сейчас после проведения, еще не все закончилось, но на данный момент видим, что плюс все-таки присутствует. Людям нравится, люди играют с удовольствием, вот. Но мы, безусловно, идем навстречу и с удовольствием все это комментируем, транслируем и даем вам возможность понаблюдать за собой со стороны с всеми дополнительными плюсами профессиональной трансляции. Ну, все. Началась игра. Пожелаем командам удачи поменьше команде School9 у нас отлетать и побольше команде Soto сыгранности. Команда Soto играет у нас с двумя стендинами. Отвалились ребята некоторые из участников. Напомню, еще раз, это микс. И не у всех там получалось или для кого-то не так важно было в одной битве за третье место поучаствовать. Вот поэтому здесь Кэп написал мне, что два стендина взяла команда Soto. Ну, это их право. Команда S9 в стендинах не нуждается. Собственно, в этом и их плюс. Они по сыгранности должны быть поинтереснее. Ну, давайте разбираться теперь по расстановке команд по линиям. Дредд вместе с Фейс Ластфайдом, как и предполагалось... Ой, точнее, Дредд на Фейс Ластфайде и Кузук на Вич Докторе отправляются, как и предполагалось, на нижнюю линию. Визаж тоже, в общем-то, здесь фактически. Визаж занимается у нас отводами и не дает Магнусу в нормальном положении держать лайн, чтобы не перефармливать тут сильно. Потому что сложное на то и сложное, что герой не имеет нормальной возможности фармить. Все время находится в опасности какого-то потенциального ганга на него. Вот. Ну, тут все правильно делает команда Soto. Магнус понимает, где находится Ву и куда это отошли у нас крипы. И понимает самое интересное, что где Магнус. У Магнуса, кстати, нет скьюера. И если бы поближе куда-то подошел к крипам Джаз, то Джазом можно было бы и ловить. Ну, Вич Доктор об этом не знает. Или знает. Да, знает. Шоквейв был прокачан первого левела Магнусу. Ясен пень, что у него никакого скьюера нет. Ну, тем не менее, агрессию команда Soto не проявляет. А Шторм Спирит в это время на мид лейне стоит против Нестера на Герокоптере. У Герокоптера 5 на 2. У Шторм Спирита у нас 2 на 3. Нестер здесь перефармливает своего визави. Ну и на сложной линии у Чихомодара. Феникси у нас стоит со стороны команды Soto. Играет он против даблы на данный момент. Люсьен Лошанс и Блад Сикер. И Борс на Энигме безусловно отправляется в лес. 12 на 0. Крипстат у него. По Нейтворцу давайте глянем, кто там вообще жжет. Фейстес Войт пока что перефармливает всех. У него 15 сотен и 13,5 сотен у Блад Сикера. Ну и дальше уже Нестер с 13 уйдет у нас. Нестер на мид лейне поопаснее выглядит сейчас, чем Шторм Спирит. 6 на 4 у него и 7 на 4 у Герокоптера. Ну, фарм Герокоптеру дается сложнее, чем Шторм Спириту. Я думаю, это не надо объяснять. Ладно, объясню. Собственно, почему. Шторм Спирита есть дополнительные всякие фишки для фарма. Это, безусловно, Ремнант. Это, безусловно, оверлоад. Который позволяет контролить крипов на линии поувереннее, чем это делает Герокоптер. Герокоптера ничего для крипов нет. Рокет Бараш юзать бессмысленно абсолютно. Потому что это полный рандом. А остальные скиллы просто непозволительная роскошь для Герокоптера. Флаг Кеннон качать на первых левелах, ну, это бессмысленно. Потому что и линия будет пропушиваться, и недоконтролить крипа ты сможешь. И останешься, в принципе, без фарма. Поэтому приходится просто ручками, ручками, ручками. Ну, пока что без фрагов. Три с половиной минуты сыграно. И С9 фармит лучше. 750 голды для них и 1500 экспириенса тоже для команды С9. Но здесь львиная доля, конечно, за Энигмой закреплена. У Энигмы уже четвертый левел. У команды Сота сейчас по стопу по левелам. Как обстоят дела. У команды Сота... Да, в принципе, то же самое. Ровненько идут команды. Все хорошо. Просто у команды Скулл Найн уже два игрока пятого левела. Энигма четвертого. А здесь почти все тройки. Шторм Спирит четвертый. Остальные все третьего левела. Вот вам и плюс. Ну и Энигма по фарму не на первом месте. А вот по Крепстату удалось выйти вперед. Джаз уже начинает у нас напрягать Вич Доктора. Хотя, по идее, должно было быть наоборот. Джаз у Боттл летит. Джаз контролит нижнюю руну. Ну и теперь у Магнуса дела поприятнее будут. Можно и выбраться куда-то, я думаю, в Мидлейн, например, гангнуть. Если бы Гирокоптер подпушил, то и Шторма можно до появления шестого левела развалить. В итоге Магнус у нас фуловый. У Магнуса есть Боттл, у него есть щиток, есть танго. Ну, на всякий случай. Вдруг понадобится. Ну и маны. Теперь-то будет побольше. Теперь можно, в общем-то, без проблем фармить. Потому что к Крепам, по сути, подходить у него не получается. Все делается исключительно через Шок Вейв. А вот благодаря этому Магнус линию хоть как-то, да все-таки выфармивает. А по сути, руками подойти бит на фоне Визажа, на фоне того же Вич-Доктора, на фоне Фейслес Вайда, это, конечно, напряг для Магнуса. Можно здесь и остаться. На Мидлейм выход таки не состоялся. Через Хомин Миссил Нестор накаляет своего соперника. И, кстати, посмотрите, ракета в приоритете у Герокоптера. Герокоптер с Ботлом, что удивительная редкость на самом деле. И, помимо этого, Герокоптер еще у нас идет и с промакшенным Хомин Миссилом. То есть, нестандартная раскачка. В принципе, нестандартная линия для Герокоптера. Нестандартная раскачка для... Нестандартный тембилл для этого героя. Так, Феникс на нижнем лане. 3 на 0 у него Крипстат. 10 на 2 у Бейна. Где ты их набрал вообще? Бейн, я так понимаю, отводами занимался у нас. Так, Шторма продолжают накалять. Здесь кулдаун пошел от Герокоптера. И Герокоптер просто разворачивается и отсюда уходит. Ну, без агрессии играют команды. СС-9 так только частично напрягает мидера. Это все через ракету или еще через какую-нибудь ерунду делается. Ну, потихоньку, по чуть-чуть, но все-таки Нестер линию давит. 29-15 у него по Криппам. 13 на 5 у Штурм Спирита. Потихоньку, по чуть-чуть. Больше, чем в 2 раза. Кстати, Визаж у нас просел по ХП и Джаз на хосте. Додавил в итоге у нас Визажа. Еле-еле успел ей переключиться. И все, просто тэп-аут отсюда делает у нас Джаз. Повезло ему с рунами. Во-первых, выпала руна хосты. Изначально мы это видели. И позволил себе перемещаться по всей карте. Додавливает соперника на любой его части. И у Чихамадара на лоу ХП разваливает его Бладсикер. Бладсикера лоу ХП. Его еще и подожгли. Скорее всего, Бладсикер здесь и останется. Нет, 23 ХП у Бладсикера. Тэп-аут. И команда С-9 начинает со счета 2-0. Седьмая минута. Первые два фрага. И посмотрите, насколько сильно давление от команды С-9 по золоту. Они выигрывают 3,5 по голде на седьмой минуте. Они выигрывают по экспириенсу очень много. Так, Борс. Выходит у нас Блэк Холл. Пошел по Ву. Не стесняются. Провязать Блэк Холл. И это нереальнейший фейл от команды С-9. Тут можно было сделать с ним абсолютно все. Но Нестер наплужил слегка и ударил прямо в Найтмейр, который висел у нас на визаже. У меня вопрос, кстати, почему Нестера не разбудил, собственно, тиммейт. И почему Бейн этого не сделал. Ну и вот ответ. Не убиваешь ты, убивают тебя. Ответ моментальный. Нестера у нас разваливают. И счет становится 2-1. 800 голды за него получает команда Сота. И 723 они получают по экспириенсу за мидера команды С-9. У него был топ в Найтворс на карте, если я не ошибаюсь. Ну, близок к этому был он. Поэтому за него и заплатили достаточно много. Хаста у нас для Магнуса. У Магнуса нет до сих пор РП-шки. Ну и промазывает Магнус. Но здесь, конечно, никуда. Ведь Доктор у нас не денется. У него ни маны, ни ХП. И в кулдауне еще и каски. Тут без вопросов он бы умирал. У Магнуса... Первый килл. Это не он убил. Это Бладсикер убил. Это Бладсикер. У Бладсикера счет становится 2-0. Магнус у нас получает ассист. На этом пока что киллы для него закончились. Ну и Бладсикер позволяет себе отправиться в лес, расфармливать здесь древних големов. Молочага. Может похилиться. И может похилиться достаточно плотно. Я думаю, что вот этого парня одолеть не удастся. Но Бладсикеру лучше идти что-то выфармливать другое. Так, Джаз у нас. До сих пор без РП-шки. Привается на Вул. На Вул уже стоит ракета. Вул скорее всего здесь умрет. Кстати, плевок от Вул хотя бы перед смертью надо сделать. Супер нова пошла у нас от Феникса. Нестер горит здесь. Джаз горит здесь. Кулдаун по всем. Ну и Люсьен Лошанс разваливается. Дредд вовремя прилетает. На лоу хп команда С9. Они потеряли уже двоих. И третий отлетает у нас в таверну. И Борс тоже скорее всего отсюда не уходит. Вот это они ворвались, я понимаю. 4 в 1 просто скиллась команда С9. И по голде здесь сота гораздо больше получили, чем нам показали. Они потеряли только одного героя. Развалился визаж. Но за визажа забрали практически всех. Всех, кроме Бладсикера. А это дорого. Это действительно дорого. Это две тысячи голды. Это две тысячи экспириенса. Потеряли одного несчастного визажа. Ну, визаж и так у нас без фарма идет. Практически по артефактам ничего интересного. По смертям 2-0. По крипам 5-0. Ну, бесплатный фактически был визаж. И результат. Вы видите на своих экранах. Три с половиной тысячи голды. Веймлана из 9. Теперь менее тысячи впереди. И по экспириенсу почти 3 отыграли. Нестер в соло против 2. Ву уходит у нас под кулдауна. Джаз бежит дальше за Ву. У него есть РПшка. Но Ву и так развалится. РП нельзя здесь тратить. А вот на Дреда можно было бы и потратить. Недалеко у нас Шторм Спирит. Надо хотя бы засейвить Нестер. Сюда еще и у Чихамадара летит Дред. Старается развалить Джаза. И Джаз РПшку юзает. Скьюер просто уезжать отсюда. Никого ты не вези за собой, Джаз. Не надо. Джаз у нас отрывается. Пошел по нему Санрей. Джаза развалили. Феникс достаточно грамотно сыграл в этом файте. И разменяли оффлейнера на саппорта. Плюс еще раз говорю для команды Сота. Сота у нас комбэчит. Так. И отвалился у нас Визаж. Что-то у Капитана не так. Хорошо. Отвалился у нас Капитан команды Сота. Естественно будем ждать. Ну и давайте пробежимся быстренько по артефактам. И понаблюдаем кто как фармил. Первый Фестерс Войд. У нас Дредд заработал себе 4 600. На данный момент уже есть Маск оф Мэднес. Есть ПТшка. И 1000 с золотом на руках. На втором месте Герокоптер. Фейс Бутсы. Боттл Брасер и Мэджик Вонд. Ну скорее всего будут барабаны появляться. Бладсикер. Фейс Бутсы. 1200 на руках. Ну и так по мелочи. Пурман Шилд. Ну главное то что на руках есть у Бладсикера. Это максимально важно. У Феникса ничего в принципе нет. Серьезного Транквил Бутсы. И 1500 для Феникса. Пока неизвестно что будет собирать данный герой. Ну скорее всего по классике я думаю. Чихамадара играет достаточно уверенно на нем. Можно позволить себе. Контроль вижу тоже приличный такой. Пальцы работают. Значит и дополнительную кнопку в виде урнов Шадлс. Прибавить сюда к общему скилл билду. Я думаю будет не лишним. Тем более файтится постоянно команда. Не Боттл. А урна будет постоянно пополняться. Ну и где-то какой-то плюс. Он явно необходим. Ну и подсейвить и подхилить. Да и добить кого-то. Энигма в это время уже с Баклером. Уже с Хедреской. И до рецепта на Мекку остается 700 голды. С Меккой С9 может уже комбинацию в полной мере реализовать. Меня немножко смущает. Что этот пик для массовых ультов пока еще не реализован. При том что массовые ульты есть у всех героев. У тех у кого нет ульта, те у нас к массовости никакого отношения не имеют. Финс Грипп здесь под комбун не обязательен в принципе. Ну и что команда Сота заходит у нас в спину. Скорее всего будет выходить на мидлейн. Дюсен Лошан стоит у нас под смоком. Нестор уже смог себя сбросил. Он фармит. Ну и спалилась команда Сота. Спадает с них смог. Видят их идолоны. И теперь просто назад отодвигается команда С9. У Борза есть Блэк Холм. У него нет даггера. Здесь ворваться было бы очень круто конечно. Феникс улетает отсюда. Все. Феникс понимает куда можно встрять. И это его никак не интересует. У Магнуса через 15 секунд будет рпшка. Пока нет даггера у Магнуса. Тут под вопросом вообще вся комбинационность команды С9. Даггер действительно мастхэп на этом герое. Ну и Дредд у нас под ультой Блотсикера. Начинает наваливать Сикеру. Нет маны правда на хроносферу у Вайда. И будет просто под момом пешочком отсюда уходит. Борз на подсейв своего тиммейта. Ну он уже не в опасности. Уходит отсюда Блотс. Уходит отсюда Войда. Магнус кстати никуда Войда у нас не отпускает. Куда ты родной? Иди сюда. На Скюри подпочит еще и Дредда. Дредд у нас делает. Тайм Волк. Ну и здесь уже 5-3-3. У Дредда кстати на хроносферу так и не хватает. Маны. Ну и здесь кстати Джаз может отъехать. Нет просветки. Ну и с чего бы эта просветка вообще появлялась? Магнус у нас просто провязал руну. Ясен пинь что о просветке никто не заботился. Вардов тоже на руках. В этот момент не оказалось. Чикумадара увидели. У него есть Икарус Дайв. Просто улетает отсюда. Супернова тоже есть. Борз побежал. Бладрайт у нас под ноги. Супернова пошла у нас от Феникса. Но так разбивает. Разбивает у нас голову Фениксу. Пока он находился в яйце. Под ноги всем. Миднайт пульс Нестера не закрывает в Маносферу. Усен на шанс. Налог ХП. Сам себя прячет у нас в Найтмэр. И команда С9 делает минус 4. Визаж у нас не умирает. Только потому что рядом даже не находился. Одного героя потеряли. Потеряли Энигму. Который не вкастовал Блэк Холл. Значит в следующем файте будет от него польза. Ну и 1500 С9 в этом файте зарабатывает. Энигма не дал Блэк Холл. Но умудрился дать Миднайт пульс. Ну плюсики все-таки для С9 в этом файте были. Вайда развалили. Это очень важно. Войт главная ударная сила команды Сота. Быстро справились с Фениксом. Тоже безусловный плюс. И кстати Феникс у нас собирает себе Мидас. 14 минута появляется рецепт на Мидас. Для оффлейнера команды Сота. Ну и Мидас позволит хоть что-то потом зарабатывать. На ту же Шиву. Может быть даже мы и Аганим увидим. Я напомню. Что это миксовая команда. Поэтому где-то какой-то синдром Паба может здесь присутствовать. Есть интересный Аганим. Есть интересный артефакт. Новый артефакт. Почему бы его и не использовать. Ну и Феникс перемещается у нас в лес. Дофармить на Хенд оф Мидас. До этого момента я думаю масс файты Феникса интересовать не должны. По голде 3000 в пользу команды Скулл Найн. И по экспириенсу 2 с лишним тоже в пользу коллектива Школа 9. Ну какие эскейпы есть для команды Сота. Они проигрывают сейчас. Но в принципе-то комбу Витч Доктор плюс Войт мы не увидели. Почему не увидели? Потому что у Витч Доктора до сих пор нет 6 левела. И вообще ничего нет у Витч Доктора. То есть массовая вот эта комбинация она пока не реализована по причине плохого левела у команды Сота. Вообще это немножко жуткая ситуация. 15 минута до сих пор нет 6 левела у нас у Витч Доктора. Так ну что у нас пошел врыв на Мидлейн. Бладсекера развалили. Гирокоптер начинает наваливать по Витч Доктору. Витч Доктор под Рокет Баражем у нас рассыпается. Визаж тоже отправляется в таверну. Там еще и птицы его доковыряли. Ну и размен просто 2 в 1. 12-8 становится счет. Кстати Сота потеряв двух героев и забрав всего одного героя умудрились практически не просесть по голде. Ну преимущество С9 в принципе решает в этом вопросе. Поэтому любой килл команды Сота он в 2-1,5 раза дороже чем килл команда С9. С9 в любом случае выигрывает по голде 3,5 по экспириенсу 2. Тоже в их пользу. Ну сейчас у них комбинационность могла бы реализоваться. Бладсекер тоже без ульта, но это не так важно. Ульт бросать Бладсекеру в этом массовом замесе не нужно вообще. Ему надо дать Бладрайт, чтобы все вышли у нас из Блэк Холла и из РПшки. Будучи в Сайленсе. Ну и Дредд за лишнюю наглость. Наказывает у нас капитана команды Скулл Найн. Он пришел во вражеский лес пофармить, но он пришел туда без уважения. Он даже не назвал Войда крестным. Вот и конечно не мог Дредд просто так вот отпускать. Еще становится 9-12. Чуть-чуть помогли Фейслес Вайду. Подняли его вверх над гирокоптером по Нетворцу. Теперь он опережает гиро всего там ничего там 15 копеек, но в любом случае это лучше, чем отставать. И уже появляется Мэйл Стром. У Войда, значит фарм будет гораздо быстрее, значит и сам Фестис Войд будет в масс-файтах поопаснее выглядеть. Ну, безусловный плюс Мэйл Строма в том, что он по сути дает нормальную скорость атаки Войду. То, чего Войда страдает. И вот некую иллюзию сплэша тоже добавляет у нас Фестис Войду. Фарм побыстрее, крипы умирают быстрее, не надо переключаться на каждого. Кто-то где-то, будучи на лоу хп, от молнии до и ляжет. Поэтому, естественно, Войду надо меньше ударов нанести и при этом они еще и быстрее. Плюсов бесконечное число. Дэмэдж Войду не очень нужен. Как минимум дэмэдж вот этот 60 от Battle Fury это не критично. Тот же Дайдалус, например, на дэмэдж или тот же МКБ на дэмэдж гораздо поинтереснее для Войда и скорости атаки больше. Ну что, у нас увидели Дреда. Дред у нас под ультой Гирокоптера. Уходит на хайграунд. Здесь уже Магнус. Магнус на Скьюри должен вести у нас Дреда. Дред ловит ракету и Дреда здесь, конечно, развалят без вопроса. Магнус выполняет роль вот такого Форстафа. Просто после ульты Бладсикера отправляет погулять у нас всех, из кого кровь хлещет. 504 голды заработали за Войда. 844 по экспириенсу. Команда С-9 входит на Роху. Пока нет Войда. Пока у Войда... Пока нет Войда, нет хроносферы, соответственно. Вот. За это время, я думаю, что... Рашан рассыпется. Меднайт Пульс у него под ногами. Роху и так сам по себе. Терпит. Под радиацией фактически стоит. Ну и плюс демеджа много. Магнус и Гирокоптер и Бладсикер. Бладсикер по хп просел очень плохо. Сюда бы кто-нибудь влетел, Шторм Спирит, например. Бладсикер и Нестор бы у нас отвалили. Гирокоптер забирает у нас Аэггис. Может сразу же его разменять, если... Если бы хотя бы какая-то инфа была от команды Сота. Сота, так, в общем-то, все заваржено командой Скул Найн. Школьники подготовились очень хорошо к заходу на Рашана. И вообще по вардам тут только оборонительные варды от команды Сота. По золоту команда Скул Найн выигрывает 3,5. По экспириенсу 2,5 тоже... Ой, не Сота, а команда Скул Найн, да, выигрывает 3,5. Да, и С9 выигрывает по экспириенсу тоже 2,5 тысячи. Ну, самое важное в составе команды Скул Найн уже имеется. Вот посмотрите на зеленые точечки. Ульт есть у каждого. Ну и вот первый врыв у нас от Вайта. И врыв по всем. И Нестер, до свидания. И Люсьен Лавшан, до свидания. И Дред разваливает у нас еще и Блад Сикера. Джаз очень удачно. Конечно, ворвался с РП. Ульта пошла у нас от Феникса. И Джаз здесь просто все, что команда Сота таким упорным трудом зарабатывала, превращает в ничего. Сота, конечно, в плюсе остается. Но они могли 5 в 0 подра. В итоге они дерутся 6 в 3. Нестера убивают. Ну и счет становится 14-16. Два раза развалили у нас Гирокоптера, который самый важный, в принципе, в пике. Команда С9, главный ДДшник. Его отправили дважды туда. Ну, вы поняли. Один раз после Эггисон встал и потом уже в таверну. До свидания. Команда Сота по голде здесь подняла немного. И главное, что она заработала. Это она, я думаю, поверила в свои силы. Поняла, что если мы будем врываться, они на нас будут врываться. То ситуация будет совсем иная. 20 минут сыграно. 3000 золота. В пользу школьников по экспириенсу полторы тысячи. Но школьники у нас начинают по ХП проседать. Ой, по ХП. По голде проседать. У Дреда новые артефакты. Вы видите, какого плана появляются. Приобретает себе Огр Клаб и готовится выйти в БКБ. Ну, Войт решил, что базового количества дэмэджа хватит. Ну, вы видели, да, что происходит в хроносфере. Может, и действительно хватит. Так, Блэк Холл у нас от Борза. По двоим. Прямо под Т1. И здесь Тес Варфорд. Вич Доктора. Борза отправляет в ТВ. Отлетает у нас Борз. Нестер здесь с колдауном. Минус 2 делает команда из 9. И минус 2 от команды Сота. За Дредом летит ракета. Дред сейчас просто рассыпется. Нестер вместе с Люсианом Лошанцем. Через Финс Грипп разваливают мейн керри команды Сота. И дальше за Фениксом. Гонится у нас Нестер. Хоминг Миссил. Четвертого левела. За Фениксом. Как долго Икарус Дайв, конечно-ка, с кулдауниться. Это просто жесть. Ну и что делать? Супернову, наверное, отдают. Наверное. Чекомандара ловит у нас еще и стан. Ну и очень удачно пришел на Шторм Спирит. Убили у нас Шторм Спирита. Убили у нас Гирокоптера. Размен один в один. Саппорт и... Саппорт команды С9. Заработал фраг. И здесь фраг заработал у нас Шторм Спирит, если не ошибаюсь. Да, он убил Гирокоптера перед смертью. Молочага. 724 голды зарабатывает команда Сота. И по экспириенсу 1400 зарабатывают они же. Тут они остались в плюзе, но графики до сих пор у нас на стороне команды Скул Найн. Я напомню еще раз для всех, кто только подключился. Это Summer Cup турнир, который организован в нашей студии. На данный момент вы смотрите матч за третье место. Матч между командами Shift of the Style и командой Скул Найн. Игра со счетом 17-20. Все достаточно ровненько. Но не будем забывать, конечно, что здесь очень жестокий лейт. Что с одной стороны, что с другой. Там как попрет уже. Здесь войд, здесь Гирокоптер. Но здесь у команды Скул Найн на лейт, мне кажется, побольше планы. Потому как одно дело простоять в Black Hole 4 секунды на 10-й минуте, когда с руки бьют по 15, просто не бьют, а гладят. А другое дело простоять 4 секунды в Black Hole и в РПшке, например, еще 2,5 простоят. 2,5 же, да? Нет, 3,75 простоять. После этого или перед этим в РП, когда тебя наваливает Гирокоптер под Флэк Кэноном с дэмэджем там 350, с сумасшедшей вообще скоростью атаки. Совсем другая история. Ну и не будем забывать, что тот же Midnight Pulse от Энигмы будет кастоваться на Ура. Главная степень контроля на первых этапах это все-таки РП. Пошел у нас Краносфера, пошла у нас от Зевса. Где Зевса? Ой, от Зевса. Вайдак. Дред у нас под Сайленсом. Дред здесь, скорее всего, отъедет. Минус 2 делает команда С9. Легко так, играючи, без проблем. Ну, еще раз говорю. Кто врывается, тот побеждает. В этом случае у нас игра одного скилла. Кто первый дал массовый скил, будь то Реверсполярити или Black Hole, или будь то Хроносфера, тот, собственно, Драку и выиграет. Хроносфера была дана в данном файте не врывной. То есть, не в пятером была команда Сота рядом. Не было рядом, например, Феникса Свободного, который раскастовал бы Суперновую. Трансфера была нужна только, чтобы кого-то подсейли. Себя и своих тиммей. Ну и здесь уже на хайграунде команда Скуллайн. Вы офигели? Вы только что проигрывали. Как вы это делаете? Только что вы тут сливали с чекером в одном файте. Просто заходят на хайграунд и здесь на хайграунде веселят. Бладсикер у нас под Штормом. Бладсикер здесь-то умрет. Ну и Шторм может себе позволить летать. Бллайтнинги спокойненько. Даже под ультой Бладсикера это не проблема. Ну и на хайграунде уже побывала команда Скуллайн. Самое интересное, что не интересовал их Тавр. Интересовал, ну, постольку-поскольку. Поэтому... Поэтому-поэтому Тавр не упал. Они гонялись за игроками команды Сота. Решили додавить их сейчас и быстренько снести все строения, когда уже будет минус пять. Не получилось. В итоге дали шанс команде Сота, чтобы отыграться. Ну и следующий заход ждем. РПшки нет. РПшка через 12 секунд. Может, есть смысл ее подождать. На хайграунд. Миднайт Пульс от Энигмы. Будут ли ждать следующего? Сейчас узнаем. Ну и вообще подходить под Миднайт Пульс, это, конечно, проблематично. У Энигмы Миднайт Пульс четвертого левела. Малифейс в один. Ну и нормально. На самом деле, максить я даже и смысла не вижу. Ну и Энигме надо Блэк Холд. Совсем немного остается Борзу до приобретения этого артефакта. Может быть, команда С9 как раз этого и дожидается. У Магнуса есть уже РП. У него Даггер давным-давно готов. Еще и Форстаф приобретает себе джаз. Ну и куда ты? Ну оставь. Ну оставь. Пусть купит чувак Даггер и вместе все принесете. Вы же команда. Даггер у Энигмы уже появляется. И после этого... Ну после этого вся комбинация команды С9 начинает работать. Все. Дополнительных каких-то штук не нужно. Ни к чему. Врыв пошел у нас на Бэйн. Бэйна разваливает. Нестер дает кулдаун. Вуш здесь рассыпается под Роккен Баражем. Ульта пошла у нас от Феникса. Уходит отсюда команда Скуллайн. Ну и здесь джаз просто под ультой Феникса сейчас рассыпется. Минус 3 делает команда Сота в ответ на одного потерянного визажа. При этом хроносферу не потратили. Ну и тоже комбак крутая. Траносфера плюс Дезвард плюс Супернова от Феникса. И у Феникса-то по золотишку. Все великолепно. У него 3000 на руках. Сейчас еще и Шива появится. Дополнительный АОЕ рассказ для команды Сота. И ответную реакцию. Можно это организовать. И не все потеряно. И то, что гуляют у тебя по хайграунду и разваливают тебе... Разбивают кабину. Это еще не окончание матча. У команды С9 очень крутая комбинация, но ее надо реализовать. Если команда Сота будет врываться, то... Еще раз повторюсь. У них шансы намного выше будут. Либо ты, либо тебя. Просто переждать где-то, перестоять, перефармить. Нет, не та история. Сколько ни фарми, все равно придется в Блэк Холле стоять. Или сколько ни фарми, все равно придется стоять в хроносфере. Тут не в фарме дело в принципе. А в том, как начнется и как пройдет драка. Смокут. Команда С9. Скорее всего, всего во вражеский лес. Роха. А может она Рошана? Да, Роха у нас уже появился. Да, подходят на Роху. Времени надо немного для того, чтобы Рошана развалить. Вот и... Рошан падает. Роха падает и падает достаточно быстро. Да и инфы у команды Сота нет и быть не может. Потому что Вижена здесь просто по минимуму. Хотя покинговали друг к другу. Я вижу уже игроки команды Сота могут и примерно понимать. Ну, где кстати... А вот фамильяры. Фамильяр здесь, кстати, вызывает еще новых фамильяров у нас в Визажном. Пора уже отправлять этих фамильяров и сажать здесь. Вы просто теряете Роху. А где... Где ты, Дред? Ну, опять, инициативу не проявили другие команды С9. Нестер и Люсьен Лошанс. Да разберитесь же вы с этими касками. Юл сам на себя бросает Бэйн. Гул у нас под ультой Бладсикер. Ну и Нестер начинает вместе с Аэггисом. Баковать он понимает, что он может здесь и умереть. Борс у нас отходит из-под Фениксана. Дред ставит как раз под Фениксан у нас хроносферу. Нестер, скорее всего, умрет. У Нестера есть Аэггин. Надо Борсу врываться. Либо сейчас, либо никогда. Блэк Холл. Надо провязать Нест... Э... 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 Снестер, он ничего не может сделать. Эникмус здесь просто законтрили фамильяры. Трипл килл от Шторм Спирита. И туда же Люсьен Лошанс отправляется. Unstoppable и ультра килл от Шторм Спирита. Минус 4. Счет становится 26-26. И вот вам подарочек. Команда Сота. 3 400 по голде зарабатывает в этом файте. 7 000 зарабатывает по экспириенсу. И на 29-й минуте счет сравнивается. Сравнивается по фрагам. По... По Нетворцу. По общим графикам. Посмотрите, какая ситуация. Ровно в ноль идут команды. 26-26. Ноль по экспири... По голде, по экспириенсу. Немного в плюс вышла команда Сота. Ну, не зря, значит, они терпели. Ну и рабочая комба. Рабочая комба, смотрите, запоминайте. Хроносфера и... Солнышко от Феникса. И... Естественно, Дэзвард у Твич Доктора. Ну и, конечно же, агрессивная игра от Шторм Спирита. Кто тут у нас? 5-3-3. Вот идет довольный собой. Шторм Спирит действительно тут отыгрывает на 5 с плюсом. Шторма... Получается все хорошо, но вы видите, как по фрагам дела обстоят. 9-2-10. Из 26 фрагов в 19 принимать участие. Ну, активный игрок. И эта активность приносит свои плоды команде Сота. По-прежнему на первом месте по... Нетворс уйдет Нестер. Мидлейн Герокоптер. Но... Реализовать свои возможности Герокоптеру просто-напросто не позволяет. Не очень агрессивно играет команда С9. Агрессия их проявляется только когда уже... Одного или двух... Разваливают игроки команды Сота. Поэтому... Поэтому и терпят. Поэтому и терпят. Давайте по артефактам пробежимся. Пока пауза. И проблемы со скайпом. С Энжиньяша есть у Герокоптера. Есть БКБ. Есть барабаны и немножко долги. Нестер во вражеском лесу. Почему? Зачем? Не ясно. Здесь стоят варды от команды Сота. Они видят, где находится Нестер. Где находится Джаз. Они уже неоднократно за эту наглость команду Скуллайн наказывали. Могут и еще раз наказать. Так, дальше. По артефактам. Фестас Войд приобретает себе уже... Кристалис. Немножко совсем остается до рецепта. Или есть рецепт? Нет, рецепта нет. Это рецепт на Шивас Гвард у нас от Феникса. Войд с БКБ, с Момом, с Мэлстромом и Кристалис тоже для него. Ой-ой-ой-ой. Джаз, Джаз, Джаз. Джаз в инвизии. Джаз рядом в своей доме. Джаз может собрать всех вместе в кучу. Отваливается у нас Вич Доктор. Джаз у нас юзает РП. Войда. Войда развалила здесь. Что? Паузу не нажали. Ну, понятно, что не Вич Доктор здесь решал вопросы. Войда у нас в итоге отваливается. Отваливается Фейслес Войд. И, кстати, непонятно, что Фейслес Войд отваливается. Здесь он себя контролил, и это факт. Чтобы не рассказывали. Тут убивали Войда еще, когда он был активным. Вышел, видимо, перезапустить доту. Перезаходит у нас Войда. Остался последний игрок. Переподключиться надо еще Вич Доктору. Ладно, пауза стоит. Давайте смотреть. У Феникса... У Феникса... Что, рецепт на Шивас Гвард? Все, ты... Это шутка, что ли? Рецепт тебе купил, чувак. Ну, купил рецепт и 3700 на руках. До Шивы совсем немного остается. У Визажа ничего особенного. Медальонов Кураж 1400 на руках. Ну, Солар Крест, скорее всего, появится. Там немного совсем остается. Шторм Спирит у нас с Оркедом. Солл Бустер у него есть. Есть у него Солринг по ПТ. Ну, и сейчас появится... А, кстати... А что появится? Блад Стоун появится. Да, что еще может появиться? Блад Стоун появится. Да. Спасибо. Ну, ждем. Трабл у команды Сота, ну, вроде как решается. Вроде как решается, но, я так понимаю, все от провайдера теперь зависит. Да, перезаходит игрок. Ну и по Штормспирту, у него уже готов Бладстоун, остается просто рецепт себе принести. У Визажа мы видели что, у Вичдоктора видели что, у Вайда видели и здесь все видели. Что нового появляется у команды С9? На данный момент уже имеется даггер, имеется форстаф, ну и Магнус начинает собирать у нас рефрешер орб со стороны Бэйна. Юл, кстати, Юл там в свое время помог, я не очень понимаю, что он там себе придумывает. Ну, с другой стороны, да, кого-то подстопить, кого-то исключить из файта, вещь более чем полезная. Ну и еще одна, еще раз, в принципе, еще один рычаг контроля для Бэйна. Найтмэр это интересно, Финс Грипп, тот же Инфибл, это все классно. Вот, и еще кого-то куда-то у нас отправлять благодаря Юлу, ну, достаточно серьезная вещь. То есть усиливает свои сильные стороны. Бладсикер уже с Сильвер Эджем готовым, есть у него Блэйд Мэйл, есть Фейс Бут Си. У Энигмы, Мека, Даггер, Сулринг, ну и БКБ пока еще не появлялся. У Гирокоптера, мы видели, Сенжин Яша, БКБ, Барабаны, Фейс Бут Си, Мэджик Лонд и 1400 на руках. Гирокоптеру действительно не хватает здесь дэмэджа. Осталось, ну, наверное, в МКБ какой-то идти, чтобы было больно всем. Возвращается у нас, наконец-то, Вич Доктор и ждем отжимания паузы. Продолжение следует... 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 сюда уходит. Секер вообще не может дать у нас шторма. Можно было бы кстати зацепить его. Секер нафтыкозе просто стоит на хайграунде. Не пойми, что вообще происходит. Ульта пошла у нас ву, я так понимаю. Секера, да, ву здесь рассыпается. Визажа убили и минус один есть для команды С9. Можно продолжить свое наступление на центральную линию. Сота и так уже потеряла рейнджевой барак. Линия в любом случае. Команда С9 кушится, поэтому и добить ее будет гораздо легче. Теперь РПшка у Магнуса есть. Блэк Холл у Энигмы через 70 секунд. Наверное файт будет без него. Финс Грипп у Бэйна тоже имеется. Рапши тут через 25 секунд будет и коллдаун у Гирокоптера тоже есть. Один Магнус в общем-то все решит. Под Эмпауэром здесь Гирокоптер. Дэмэджа у него много. Пошел Финс Грипп у нас в 5-3-3. Цепляет всех Джаз. Все у нас под коллдауном и очень удачно пришел Дредд. Разваливают достаточно быстро Блатсикера. Ульта пошла у нас от Феникса. Но здесь Нестер сваливает. А Люсиен Лошанс уже и шансов не видит отсюда уйти. Люсиен Лошанс тоже в таверну. Триплкил от Дредда. Дредд дальше за Борзом. Минус Энигма. Ультракилл от Дредда. Налейте ему маны. Он тут догонит Нестера. Это Тим Вайп скорее всего от команды Сота. Нестер пытается отсюда уйти и просто дежавю. Здесь же на хайграунде добивает Гирокоптера Шторм Спирит. Тим Вайп 5 в 0. Бараки по-прежнему стоят. Команда Сота делает камбэк. Да что ты будешь делать? Этот Гирокоптер поперек всех файт-рекапов у нас стал. Сейчас откроем график и увидим. Пока что Сота проигрывали 2000, но после файта 5 в 0 я думаю ситуация явно будет другой. Ну и еще раз они спотыкаются о свою же комбинацию. Гороки команды С9 взяли камбу с массовыми спелами и не используют одновременно все эти спелы. Они используют спелы поочередно. То есть у кого-то в момент масс-файтов кулдауне спел еще половину кулдауна. У кого-то там недостаточный контроль. Ну и все. Если ты идешь драться с Блэкхоллом, но без РП, у тебя шансов как бы в два раза меньше. Если ты идешь драться с РП без Блэкхола, соответственно, та же математика. Тут какая комбинация? Тут должен врываться Магнус на РПшке. Привозить всех под уже стоящий наверное Миднайт Пульс от Эникмы и Бладрайт лежащий от Блэдсикера. А после этого всех закрывают в Блэкхолле. И там ребята просто не выходят. А там уже на голову падает кулдаун. Там тот же Бэйн через Фингрип самых опасных ребят цепляет. Вот. Все это очень легко для реализации. Очень легко. И сам Герокоптер через Факкэнон всех расстреливает. Но команда Скулл Найн почему-то этого не делает. И то, что они придумали, они не реализуют. Им же виделось это на старте. Не ясно, почему так пренебрежительно к собственной комбинации отнеслась команда Зейт. Ну а может просто где-то здесь перенервничали и не могут доконтролить нормально. Но здесь не в контроле дело. Здесь просто как-то горячие парни пошли вперед. Уже впереди Сота по золоту 1500. По Экспериенсу они впереди на 7500. Проигрывали пятерку. Сейчас 7500 впереди. До сих пор Т-1 стоит от команды Сота. Врывается Дредд. На Джаза пошла ханосфера. Войт не жалеет ханосферы. Ульты раздаются просто по КД. Вижу цель, напал. Вижу, напал. Ну и появляется еще у нас и Пайп оф инсайд от Феникса. Есть Мека, есть Шивас Гвард. И Феникс здесь на 4 месте по Нетворсу. Дальше только идет Сикер. Дальше идет Джаз. Дальше идет Люсиан Лошанс. И Борс они соответственно на низких позициях. Не хуже конечно чем Ву и тот же Вич Доктор. Но и понятное дело что не лучше чем Шторм Спирит и Дредд. Дредд уже на первом месте. Ухас за свайда. Общий Нетворс 18000. Он на 2000 опережает Нест. На полторы. Нейдалус имеется. Есть Мейлстром. Есть 2000 на руках. И ну и пора собираться наверное в тот же Мьелнер. Повысить скорость атаки. Вещь более чем необходимая для Вайда. Вот совсем немножко остается до Мьелнера. Просто приобрести себе рецепт. У команды Сота вообще по артефактам. Давайте еще пробежимся. У Шторм Спирита появляется Ultimate Orb. Он готовится скорее всего в Хекс, я думаю. Или Хекс, или... Ну, Линкен Сфера, да. Здесь ни к чему. В Хекс, скорее всего, направляется на Шторм Спирит. У Вич Доктора Аганим уже есть. Приобретает себе Аганим. Есть Аркан Буцы. Все. Вич Доктор состоялся как герой. У Визажа Солар Квест ПТ. Ну, и у Шторма мы видели. Со стороны команды Скул Найн. У Магнуса почти готов рефрэш рот. У Нестера совсем немножко остается до появления Манки Кинбар. Поймали у нас Бладсекера. Прошелся он по вражескому лесу. Из Смака выпрыгивает команда Сота и разваливают Бладсекера. Борс, Блэк Холл, Бот Раи. Каски полетели у нас в Борс. РП пошел от Магнуса. Ну, и здесь Герокоптер наконец-то у нас не стоит в хроносфере, а стоит и стреляет. Но здесь Дезвард просто стирает у нас Нестера. И после этого Дредд. Хроносфера под ноги, Люсьен Лошанс в таверну и еще один Тим Вайп от команды Сота. Они заберут Роху, они забирают пятерых игроков, они теряют только визажа. И это так, между прочим, случилось. По голде они поднимают 2-100 здесь и 6-700 по экспириенсу. 41-34 Камбэк из Риэл. В данном случае немного, конечно, где-то Камбэчили 7000 всего. Ну, вот она еще раз говорю игра комбинации. Ворвался, убил. Не ворвался, тебя убили. И Роха падает у нас для команды Сота. Рошана забирает себе Войт, безусловно. И 3-800 на руках у Дредда. Можно покупать что-то посерьезнее даже, чем тот же Мэл Стром. Я думаю, что МКБ, например, Дредду можно бы и собрать. Дэмэдж необходим. Войду, чтобы быстренько справляться с гирокоптером, например, или до кого угодно вообще разваливать. С другой стороны, Мьолнир с повышенной скоростью атаки и большим количеством молний тоже вещь приятная. Феникс у нас с Меккой, с Пайпом, с Шива, с Гвардом. Ну что теперь? Гвардиан Грифс собирать Фениксу. Например, или Аганим, но Аганим не нужно. Я думаю, здесь Феникс в данном случае МКБ появляется у нас для гирокоптера. У Шторма готова Линкен Сфера. Избавляться от Бладсикера или от... Я даже не знаю, чего от Бейнаска. Да, Финкс Грипп тут. И выйдите у Шторм Спирита главная цель и вроде как он с ней справился. Если, конечно, через Найтмер, но в любом случае минус один скил. Хотя здесь Яулом забивается Линка. Это... Это все выкупится легко Бейном, но после первого файта. До того момента, пока не прочекаешь у нас итем-билд Шторм Спирита, собственно, не поймешь, что Финкс Грипп со старта давать нельзя. А может, в принципе, один файт и решить исход всего этого матча. Сота по гол, Дева играет 11 тысяч. По экспириенсу 20 тысяч. Так, Визаж у нас продолжает, кстати, со своей командой расти, как по фарму, так и по левелу. У него уже 12 уровень, хотя отставал достаточно плотно. Вот, но есть при этом Солар Крест, поэтому, например, того же Вайда в общем-то одеть в бабочку, так, грубо говоря, дать ему нормальное количество воротов, ну, это прям великолепный буст для Вайда. Можно от бабочки избавляться и просто идти в скорость атаки. То есть бабочка уже не в приоритете для Дреда. За него все дополнительные плюсы собрал Визаж. У Шторм Спирита в Слинлинке пока ничего не появляется. И команда Сота, кстати, зря стоит. Зря у них есть все ульты. Можно продолжать нападать на своих соперников. Теперь и они могли додавить и все-таки додавить команду Сота. У Дреда 240 Крипстат уже, 190 у Гирокоптера. 42 минута. Понемногу, по чуть-чуть, но команды выходят в жесткий лейк. Ну и пошел Смоук Ганки, я так понимаю, от команды Сота. Магнуса на Мидлейне увидели. По крайней мере, узнали, что здесь он. Люсиен Лошанса здесь увидели. Дредд врывается на Люсиен Лошанса. Люсиен Лошанс завтыкал. Недолго пришлось ему втыкать. Моментально просто сбрили у нас Мидлейне Шанса. Без него продолжается файт. Пошла по коню у нас за Шторм Спирита. Шторм Спирит линку ему только сбили и все. И что потратили? Сикер потратил Рапчер. За Нестером ему бы и дальше кстати нырять Шторм Спирит. Хотя там опять же там Блэк Холл там Герокоптер с ультой. Ну и посмотрим как команда Сота будет заходить на Хайграунд. Команда С9 например при заходе на Хайграунд у нас утонула в собственных амбициях. А вот команда Сота может на те же грабли наступить. Это действительно так. Линка висит у нас на ХС на свой день. Без разницы команда С9 на линку. Здесь РПшка и здесь Блэк Холл. Для этого должен нормально ворваться у нас Магнус. Бладрайт под ноги пошел от Сикера. Развернулись пачку крипов съедят и сейчас будут врываться в этот файл. Можно драться без Бейна и действительно можно. Это не критичный герой под той комбинацией которая есть у команды С9 Бейн им не нужно. Нужен так постольку поскольку индивидуально помогать на ранних этапах. Ну пора врываться и все равно кстати Дред у нас один у Дреда есть Аэггис и он сам в Соло заходят на хайграунд другие вообще не толпятся. Команда Сота понимает какая вообще ерунда у команды С9 весь их раскасты и насколько важно не стоять вместе и не попадать под всю эту подвесить этот раскаст и тем самым обезопасить себя. Дред может в Соло спокойненько заходить пинать. Так прыгает у нас на хайграунд Шторм Спирит. Поставил Римнант для Вижена. Римнант съедает Люсьен Лошан с ценой собственного хп. Сложно как заходить в команде Сота. Тут Миднайт Пульс уже лежит. Смог провязала команда С9 она сейчас будет врываться скорее всего Вижена нет. Борза увидели Меллифейс на Дредден на нем висела Линка и Борз пошел Блэк Холл на Мидлейне. Полетели каски у нас утрич Доктора Магнус где твой РП? РП поставил Магнус Нестер начинает наваливать по всем. Счет на РП Школ Джаза через Рефрешер Орб троих сносит команда С9 на лоу хп здесь Энигма и падает у нас в ульте Феникс 5-3-3 дальше за Нестера. На байбеке смотрим есть байбек у Геррокоптера надо юзать провязал байбек уже здесь Энигма Джаз отсюда улетает у Джаза байбек отсутствует не хватает голды но здесь всего лишь два героя Шторм Спирит соло драться не будет естественно Феникс ему здесь уже не поможет. В итоге команда С9 несмотря на байбек Энигмы остается в плюсе они зарабатывают еще 100 голды 7000 экспириенса ну и факт для них это то что линию они практически потеряли врыв пошел на Бладсекера ну и Шторм Спирита уже не остановит дальше на Борзу теперь на Магнуса Магнус скорее всего отправится в таверну байбеков Магнуса нет Шторм дальше за Магнусом куда же ты переключился Шторм переключается у нас просто на постройку какой Мала Чага ну тут Шторм Спирит немножко недоконтролил скорость была высокая ну и оставляют у нас милишный барак здесь та же история здесь точно так же стоит милишный барак просто какая-то игра в зеркало 46-37 сота по голде выигрывает 12000 по экспириенсу а не впереди на 21000 12500 по экспириенсу и 22 продолжается их давление по голде точнее 12500 по экспириенсу 22000 в их пользу ну и не давят не давят не заходят они уже один раз попытались зайти потеряли потеряли ну коргерой это точно воид у нас отвалился вот и теперь думают феникс на мидлейне у него уже 5000 голды на руках что покупать вообще не ясно фениксу давайте по нетворсу пробежимся воид на первом месте 23000 нестер с 20000 нестера поймал у нас 533 или кто еще кого поймал бкб пошел от гирокоптера гирокоптер в паре с бейном еле справился вообще и посмотрите с какой скоростью регенится мана у нас у шторм спирита он еще и в хекс будет в итоге выходить шторм конечно здесь вообще неуловимый будет к концу этого матча у него сейчас 18 зарядов на блатстоуне мана регенится со скоростью 60 поинтов в секунду ну и фулл мана 2600 вы понимаете просто за рекордно малое количество времени ну и продолжается продолжает расти количество мана поинтов шторма в интеллект исключительно залетает шторм линку сбивают шторму дред ставит у нас краносферу и нестера отправляют скорее всего в совет нестер у нас отъезжает либо пошел от визажа форс на лоу хп борс в таверну 5-3-3 просто стоит со стороны и наваливает минус 3 делает команда из 9 5-3-3 дальше за Люсьеном Лошанцем нестер после байбека тут просто чудеса какие-то творит 5-3-3 убивает одного второго пятого десятого и 5 игроков команды сот отправляются в таверну молочаки зашли на хайграунд заставили байбекнуться у нас гирокоптера кстати команда из 9 здесь опять поднялась по денежкам минус 5 они сделали и Нестеру надо давить нельзя здесь связать команды сот надо как минимум заставлять их делать байбек потому что не реализовать преимущество в этом файте это действительно плохо будет для команды из 9 они могут в какой-то момент и не вытащить файт а после этого лишиться всей базы ну игра близко у нас уже к той стадии когда один файт решит исход всего матча и в принципе решит кто у нас занимает третье место кто улетает на четвертое без призовое не понял а чей это рефрешер носу вайда ну и феникс посмотрите с каким количеством золота на данный момент у него на руках 4 с половиной тысячи он ни на что их не тратит не покупает вообще ничего тут даже тот же не частный аганим который ему не очень так конечно и нужен но если бы был было бы наверное и неплохо где-то кого-то подсевить варя ну и хекс можно подумать фениксу и приобрести почему бы и нет шива есть хекс тоже был бы не лишним для феникса или например гвардиан грифс для своей тимы в принципе поднять подняться и выйти после рпшки магнуса и энигмы со своим блэкхоллом выйти в гвардиан грифс проюзать его и быстро отрегинить достаточное количество хп и умудриться нормальное количество дефа займить ну это безусловный плюс команда С9 готова сражаться за Рошана точно так же как команда Сота готова Люсиан Лошанс прыгает у нас на Шторм Спирита линку ему не могут сбить Шторм Спирита не так просто здесь поймать поэтому Люсиан Лошанс долго может бегать и пользы от этого не будет никакой у него есть даггер у него есть глимеркейп он может достаточно быстро приближаться файт Бладсикер в своем фарме и развитии остановился у него появляется Сильвер Эдж и на этом порте фактом ничего нового интересного так и не появилось у Бэйна мы видели у Магнуса есть рефреш Рорб да еще и Кераса после этого есть у Магнуса и у Герокоптера появляется Сакрит Релик Герокоптер как я понимаю выходит в то самое что необходимо команде Скулл Найн Нестер который в общем-то чуть ли не вообще кор персонажем в составе команды Скулл Найн является видимо удивит нас в конце еще и Рапир не удивит но порадует ну и действительно положение делу команды Сота получше С9 здесь в роли догоняющих ну и камбэк из Рел если это будет удачный рассказ от команды С9 если будет удачный рассказ при наличии Рапир то разумеется команда Сота из этого Блэкхола и из этого РП наверное уже и не выйдет ну и за Роху Пайт тоже необходим конечно команде С9 ну что Борт взрывается у нас Блэкхолд по Дреду и Блэкхолд по 5-3-3 РП от Макнуса по 2 импуль даун от Нестера Нестер Флэккенон включи чувак стоит в стане включи Флэккенон Нестер как же сложно да под касками просто вплотную Флэккенон по-прежнему не проюзанный у Нестер он стреляет через Рокет Бараш у него не включен Флэккенон только сейчас начинает настреливать благодаря Флэккенон убивает одного уже триплкил от Нестера дальше с XYZ но XYZ конечно же в таверну но это чуч какая-то конечно от гирокоптера просто не включать Флэккенон я лично наблюдал за ним на протяжении 10 секунд массфайта он не включает Флэккенон он стоит и в соло через Рокет Бараш на кой пёс вообще гирокоптеру какие-то артефакты если он не юзает Флэккенон по голде у него сейчас должна появиться Рапира как я понимаю опять же если ты будешь с Рапирой не проюзанным Флэккеноном то друг это всё очень плохо может закончиться 8000 по голде Сота и по экспириенсу они до 5 спускаются с 23 до 5 ну и Рапира появляется у Нестера поздравляем команду С9 у них появляется шанс на реальный камбэк если все кнопки только будут вовремя прожаты в таком случае да так ну давайте смотреть 53 минута гирокоптер забил вообще на Баттлфляй приобрел себе Рапиру есть у вороты у гирокоптера ну и на этом пока достаточно с Энжин Яша у вороты БКБ МКБ ну и Рапира круто круто-прикруто Лад Сикер по-прежнему без шмоток правда 2700 есть на руках у Энигмы начинается выход в БКБ на 53 минуте приехали у Бэйна Глимеркейп мы тут все видели 1700 на руках обычный негрейженный тапок у Вайда есть рефрешер орб тут максимальный контроль над командой С9 пошел Фейслес Войд ну да наверное круто единственное что меня смущает это количество маны хватит ли войду 375 рефрешер орб и хроносфера стоит 300 для Вайда 2 хроносферы это 600 и рефрешер орб это 375 то есть Вайду надо 975 маны а у него 832 если он будет влетать с таймволка то у него еще минус 90 у него становится 740 маны а надо 975 тут просто все должны абсолютно иметь аркан буци чтобы его затарить мануину здесь аркан буци только у одного несчастного Вичдох ну и 135 пополнение Войд в любом случае не дает 2 хроносферы я не знаю что ПТ разве что переключать постоянно РП пошел на 100 Джаза Аегис лежит на земле Аегис никто не понимает забирает Визаж Аегис Джаз не дает точнее 2 РП что ему понятно что не дает Рефрешер Арба у него нет разваливают Бладсикера забрали Джаза забрали Бладсикера и Визаж забирает себе Аегу и Войд живой Дредд у нас подрапчен но Дредд по прежнему жив у него есть сыр кстати сыр здесь действительно повыгоднее штука без маны потому что Войд будет это факт главное сориентироваться вовремя и не наплужиться этим Рефрешер Арбом команда С9 попыталась ворваться у них не получилось гирокоптер у нас бедняга вместе с Рапирой непонятно как вообще файтится кто будет контролить Энигмы нет Магнуса нет Бладсикер выкупается готовится подойти к Т3 точнее к баракам к своим ну и пошла у нас трансфера от Войда минус Люсиен Лошанс уже минус 3 в составе команды С9 Нестер близко не подходит Рапира если выпадет с Нестера то на этом игра закончится у Нестера и Байбека не будет до Байбека еще 1200 сложная ситуация для команды С9 тут просто команда Сота задавит просто задавит потому что нет контроля нет файта ну и Нестеру надо идти драться сейчас дожидаться 20 секунд за 20 секунд все упадет Энигма выкупается у Энигмы есть Блэк Холл ну и пошел Нестер пошел для этого Энигма должен быть первым и должен важным быть в этом файте агрит на себя Бладсикер всех в это время просто пилит Т4 у нас 5-3-3 Нестер настреливает по визажу визажа отправляют в таверну не провязал флэк Кеннон то есть все в общем-то нормально еще шансы есть 5-3-3 разваливает в итоге у нас Т4 Дредд под РПшку Джаза еще одна РПшка где ты Нестер Нестер бегает в хикси а флэк Кеннон провязал Нестер и все и на этом все заканчивается он вязает флэк Кеннон и остается в хроносфере Нестер через флэк Кеннон по Дредду Дредд в таверну Годлайк трипл килл для Нестера я уже похоронил его умирает в итоге у нас Нестер лежит Рапира Рапиру забирает Бладсикер 5-3-3 по Бладсикеру никуда ты не уйдешь отсюда Бладсикер Рапира на земле Рапиру себе забирает Шторм Спирит и Шторм Спирит с ультра киллом Нестер без Рапиры не боится Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Жесточайший экшен в конце Немного недоконтролила Команда ИС-9, не получилось Был шанс, но простоять в итоге В Хигсе, а после этого К тому же Гирокоптер А после этого включить Флэг Кэнон Включить БКБ и простоять в хроносфере Чуть ли не до самой смерти, это конечно было дерзко Хотя кстати и настрелял И сделал, и Годлайк был стрик И триплкил, и все было хорошо, но Всех убить все-таки не смогли Ну что, поздравляем команду Ship of the Artstyle, вот вам Доказательства того, что Микс может тащить School9, осмелюсь сказать Вот для себя и свои все Предположения по этому матчу, для меня были Явными фаворитами, я думал, что эта команда Займет минимум третье место На турнире, но так получилось Что команда School9 Проигрывает в этой катке Они проигрывают и Зарабатывают, ну, четвертое Место, в принципе ничего не зарабатывают На следующем турнире ждем их, поздравляем Команду Ship of the Artstyle, они Попадают в призовые места Ну и, друзья, у нас Небольшая пауза, совсем чуть-чуть Мы уже сдвинулись по графику В 16.00 должны были Начать гранд-финал Гранд-финал переносится, я думаю, минут На 50, наверное Давайте ориентировочно в 16.50 Начнем наш гранд-финал Далеко не расходитесь, зовите друзей Делайте репосты Из нашего паблика пустят побольше Народу посмотрит у нас На битву за главный приз Команда TRI Против коллектива Против коллектива Вим Совсем скоро На нашем канале Ну Если игры будут Настолько же яркие Интересные, как эта игра Best of Fun То я буду только счастлив Все Небольшая пауза Небольшой перерыв До скорой связи Услышимся через Несколько минут Субтитры создавал DimaTorzok